Сразу без предисловий наливай. Так, держи. Ну вот ты бы даже не нагнул. Вот посмотри, что ты делаешь. Вот смотри, что ты делаешь. Вообще, как будто первый раз в жизни пиво пьешь. Наклоняет, наверное, стакан-то. Надо показать, какая шикарная пена. Шикарная пена благодаря Юре, а не благодаря пиву. Так, ну что, это у нас? Милкшейк, PLL, манго. То есть это как бы крафти? Крафти. Мужик на корове. Очень симпатично. Блин, классные у них обложки. Мне прям нравятся этикеточки у пивла. Прям суперские. Еще мне очень прям нравится то, что когда вот сверху вот этой фольгой закрывают. Мало того, что это, ну, есть ощущение элементарной гигиеничности, когда ты это пьешь на улице, что ты ее открываешь, и только потом там чисто. То, что ее там лапали до этого на производстве, это как бы вообще... Сейчас все в перчатках коронавирус. Конечно, все в перчатках. И в масках. Вот, и в масках, да, и коровы тоже в этих, в перчатках на вымене. Вот, но тем не менее, короче, мне прям это, прям вот почему-то очень нравится. Ну что ж, давай. Ну, откуда в Литве манго? Это неважно. В принципе, и в России манго тоже нет. В пятерочке. Здесь же варят. Ну, я же беру манго в пятерочке, значит, они ему тоже могут себе это позволить. Там покупают и варят. В пятерочке, да. Должно быть дорогое, но нет. Копейки. Что ж? Горькенько. А мне не горькенько. Горько! Горько! Что, вообще не горькенько? Вообще не горькенько. Я вообще, скажем так, считаю, это мягчайший ПЛЛ. Это же ПЛЛ. Он мягчайший, просто мягчайший. Нет, он мягкий, я не спорю абсолютно, но горькенько слегка, как и должно быть. Не знаю. Манго здесь не притерное. То есть, это не притерное такое. Оно просто дает ароматику и смягчает вот этот ПЛЛ. Это, опять же, не напиток пивной. Это прямо Л. Да-да. И на самом деле, я считаю, что это одна из лучших адаптаций. Ну, то есть, ну, блин, крафти, ну, я не знаю, я не буду это использовать понятие относительно Энгельмана, потому что я все-таки считаю, что это абсолютно потоковое производство. Просто то, что его завозят очень мало в пятерочку, это ничего не значит. Вот. Но, действительно, из того, что мы можем купить в магазине перед домом, те же самые, ну, даже то же самое Мяснов, короче, он почти везде уже есть, и это магазин перед домом считается. Для какого-то противопоставления крафту очень даже приемлемо. Мне все равно, блин, напоминает это Нью-Ингланд. Мне все равно, блин, эти цветы, вот эти вот все, вот они есть. Там не могу от них отделаться никак, вообще никак. Это же плохо? Ну, мне не нравится. Я понимаю, что это имеет право на существование, и очень многим, наверное, заходит, и люди в основном это-то и ценят в таком пиве. Но мне лично не очень. Мне вообще ничего не нравится, сэр! Хотя иногда для... Вот под настроение бывает такое, что вот одну баночку напополам с подругой я беру именно такую. То есть мне хочется чего-нибудь такого вот немножечко сладенького, немножечко такого непривычного, чего я обычно не пью, и вот прям вот чего-то такого вот эдак. Я правильно ли понимаю, что только с подругой? Потому что подруга у тебя, она все-таки как-то, ну, ну, женщина, женщина, подруга. Подруга. Нормально, традиционно. Давай я расставлю все точки на отдай. Моя подруга очень любит милкшейки. И зачастую, когда мы с ней собираемся у меня дома, а мы собираемся довольно часто, потому что мне довольно часто нужно красить, и вообще, как бы, ну, на женском поприще очень много событийности, так скажем. Нам уже нужно все это обсудить, что-то с этим всем порешать, все, что на нас наваливается. Нам приходится очень часто видеться, чтобы, как бы, очно разобраться, да, вот, и всем дать советы, вот это все. Семечки погрызть. Какие нахрен семечки? То есть что, некогда, некогда, некогда мы занимаемся важными вещами. Мы рассылаем спам. Отмываем людям... Корму. Корму. Вот, значит, корму очень вряд ли. Даже мы ее отмываем. Колдуете, вражбой занимаетесь. Да, тут отмывание или костей, или денег. Хорошо, вот для женской вражбы милкшейк. Да, отлично, да, отлично. Если вы хотите встретиться с подругой, у вас срочный вызов прозвенел от нее на мобильном телефоне, что там бывший выложил фотографию своей новой бабы... Мишеки не наступили. Дяди Мейбер! Дяди Мейбер! Отвратительно просто. Вот это клише мерзкое. Вот. Срочно берите манговый ПЛЛ, Вольфас Энгельмана. Вот. И решайте проблемы по мере их поступления. Очень рекомендую. Вольфас, это как бы такое, ну, как Владимир Вольфович. Думаешь, брутально, да? Энгельман, это уже так, типа, смягчаешь. Энгельман, так вот. А, Энгельман. Можно пересы накрутить. Так, ну что, мы переходим к оценкам или... Оценка, ассоциация. Давай, оценка. Давай. Оценка четыре с половиной. Берем, как бы, опять же, и цену, и то, что красиво оформлено, и доступность, и вкус. Скажем, с каким-нибудь крафтом тоже из разряда манговых милкшейк. Оно и конкуренцию не протянет, но... Не, может потягаться. Может потягаться даже по вкусовым качествам. Единственное, просто, относительно крафта, которым вот мы привыкли пить, да, например, манговый какой-то, именно крафт манговый, он плотнее. Именно по ощущениям. Я уж там не знаю, что там написали по поводу плотности, но именно по ощущениям он как будто плотнее. Здесь как будто немножко водички побольше налили. Вот. Но, тем не менее, вполне себе конкурентоспособна, и да. Значит, моей оценки, значит, моя оценка, это по десятибальной шкале, сегодня так. Вот, по десятибальной это семь. Это твердая семерка, потому что, ну, я редко, да, себе это беру, но я понимаю, что, скорее всего, для рядового потребителя это прям хорошая такая семерочка. И по оформлению, и по всему. И не стыдно с баночкой посидеть вообще, стану вместе, между прочим. Будьте добры, алкоголь уберите в парке, запрещено распивать. Пакетик можно? Убрать, чтобы не распивать. Хорошо. И получается, что вот эти три балла, которые не добирают, они о чём говорят? Говорят о том, что... Занимает не первую позицию, очевидно, конечно. И то, что вот водички чуть добавили, и то, что конкретно мне это не очень заходит. Для меня это всё сладкое пиво, оно мне всё кажется сладким. То есть там, где нету сильной-сильной горечи, нет сильной-сильной кислотности, но присутствует лактоза или присутствует фрукт какой-то, мне оно всё кажется сладким. Я не люблю сладкое пиво, не люблю сладкий алкоголь, в принципе. Я это никогда не полюблю. Ну, ассоциация? Я первый, я первый. И поскольку мы говорили о том, что это всё-таки как бы склоняется к такому, ну, женскому, что ли, повесточка, что ли, там, может быть, не знаю. Ну, в любом случае, ощущение такое есть, и я бы сказал «Кэрдиганс». «Кэрдиганс» пускай их хит какой-нибудь. Ого, отлично! Блин, обожаю «Кэрдиганс», одна из моих очень любимых групп, классная очень. А женщина, которая вокалист, конечно, не знаю, как её зовут, но внешне это просто, если бы я была бы мужчиной, это была бы женщина моей мечты. Комсомолка! Спортсменка! Наконец она просто красавица! Да и пиво неплохое. Ну, и пиво неплохое, да. Блин, классная ассоциация, мне понравилась. Ну, в таком уж ключе тогда уже давай я тоже сравню с чем-то таким немного женским и с немножко таким подружеским. Это габидж. Это габидж, любой трек с альбома «Блитлайк». Отличный альбом. Вообще, просто каждый трек в нём замечательный. И он у меня действительно на полном серьёзе ассоциируется с женской дружбой, потому что именно в её злотые времена, наверное, с моей подругой, он постоянно у меня был в плейлисте. Да, монтажёр, найди-ка нам вот трек. Любой. И так, чтобы ещё в Ютубе не забанили. Ну и вот мелкие шейки, которые сейчас практически в любом... Я открываю. Ну нравится мне. Я симферопольское кулинарное училище кончила. Специалистка, значит, молодая. Хотя бы. Лучший бармен Москвы. Это я так считаю. Ну давай, покажи. Класс. Без пены там всё это. Вот, кстати, наша программа ещё учит, как правильно наливать. Уже каждый школьник это знает, а Юра до сих пор не умеет. Ты по-немецки знаешь что-нибудь? Много. Нет, то, что школьники это знают, это очень плохо, очень плохо. Мы порицаем употребление алкоголя до 18 лет. Да, Вить? Скажи. Да, да. Не умею. Да, подпишись под этой информацией. Я не имею права подписывать такие исторические документы. Это аромат, который у меня целую бурю чувств вызывает. Он стоит подороже. Да, я не знаю просто сколько. Подороже, чем в Альфас Энгельман. Я ни разу его не покупала в монстре-магазине. В розничной продаже. И во всех барах он сейчас в крафтовых, как бы это, милкшейк. По чём? Амнезии. По 150 в розницу в магазинах. 150-160. Ну, в барах по 250 разливают. Ну, чё уж там. Ну, там-то понятно. Просто сразу у меня флэшбэки, и я вспоминаю свой ценник на него. Это 80! Вчера это стоило 50! Альфляция! Да, я напомню просто, что этот милкшейк стоял у меня как базовое пиво в баре Грайнхаус. Причём, что в, если не ошибаюсь, что в 36-м Жуковском, что в 48-м в Москве. Я его даже брала как фестивальное пиво на фестиваль «Неглубокая могила», то есть с ним ездила, как альтернатива просто обычному лагеру, чтобы, ну, для искушённых совсем было тоже, чё попить. Особенно летом. Ну, прям такое. У меня постоянно спрашивали, все до сих пор спрашивают, если я прихожу на какие-то тусовки, я говорю, блин, а где взять вот это вот пиво, которое у вас стояло там? И вот дофига где можно взять, и оно действительно неплохое. За свой ценник, за этим воле, что сейчас его почти везде можно взять. Надо понимать, как это всё происходит. Я напоминаю о том, что взять его можно у вас в Москве почти везде. У нас его можно взять не везде, я живу в Подмосковье. То есть у нас даже те же самые Ашаны, они… Вкусвилы уже у вас. А у вас Вкусвилы уже нет? Нет, у нас есть Вкусвилы. Есть? У нас есть Вкусвилы, но я, например, там Амнезии не видела, я видела там только Панцер. Есть, есть. Ну, в общем, где, видимо, где как. Ну, грубо говоря, компания выходит на ритейлы, и тут надо заметить такую вещь, что когда компания выходит на ритейл, вспомнил тот же Сауденс, которые стремятся на ритейл, они портятся. Глетчер, они держат какую-то середину, какая-то вот середина такая. Смотря в производстве какого пива. Вот мы сейчас с тобой пьём Милков Амнезии, я могу с полной уверенностью сказать, что это почти то же самое прям пиво, которое ели Лас-Каранов. Ну, может быть, там у меня там немножечко сейчас там после предыдущего выпитого рецепторы там не так работают, но в целом это вот почти тот же сам продукт. Я год назад в клубах московских, в нескольких, выпила надбатр орешек лечеровский. Тоже неплохой, немножко химоватенький, но... Ужасно не то, поразительно не то, что я лила С-Каранов. Совсем диаметрально другого. То есть поменялось? Ужасно стало. Очень плохо стало. Очень плохо. Я думаю, намного лучше это всё будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну, и на этот раз как-то не удалось. Ну, она испортилась. Я могу... Вот, обрати внимание, они даже не успевают логотип на крышку нахерачить. Они уже во всех магазинах, короче, даже логотип на крышку не успевают нахерачить. Но, может быть, это говорит о том, что это подделка. Кстати, подделка неплохая. Ну, вряд ли это подделка. Это так уж. Кому надо подделывать Глэчер? Что это за бред вообще? Китайцы! Китайцы! Здесь завтра будут китайцы! 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 Десять тысяч китайцев! Десять! Это как подделывать срок дружбы, знаешь? Нет, ну, короче, на самом деле, если хотите в бутылке попить ещё Глэчера, прям Глэчера, прям успевайте купить мелков амнезия, пока он ещё не испортился. Потому что если его ждёт такой же, такая же участь, как его собратьев, надбатора и более рыпу, то, скорее всего, он тоже немного испортится. Ну, как всё ритейловское, всё ритейловское, всё майнстримовое пиво, оно вот выходит на майнстрим, по сути дела. В барах оно сейчас кругом позиционируется крафтово, крафтово, крафтово. Но он и есть крафтово. Крафти. Ну, крафти, да. Где-то не надо крафти, и изначально, мне кажется, таким и был. То есть, у них там и Вишнёвая тоже есть. Но ведь это сила, когда ты держишь, как бы, именно линию обороны, типа, мы не, там, какие-то там, типа, понятное дело, мы используем компоненты, там, не вам... Нет, они классные в том... Вообще, они классные почти по всем стандартам, они очень классные. С ними классно работать, они классно оформляют, они классно преподносят свой товар, они за него прям вот вообще горой стоят. А работают люди, да? Люди работают реально, работают братья. Только тогда, когда все показатели нас устраивают, такие, как экстрактивность, как белок, только тогда золот допускается к этому великому таинству приготовления пьёв. Вот. И... Ну, вот с надбатором, конечно, ну, блин, ну, чё-то они облажались. Я не знаю, что они там сделали, но он стал просто максимально химозным. Причём, когда мне его только-только поставили на кран, это был 19-й год, как раз я тебе говорю, что там и начало. Мы когда-то все попробовали, мы его до этого не пили ни разу. То есть, меня просто на него уговорили, я думаю, блин, не, ореховый надо ставить. Вот. И мы попробовали, когда я его привезла, мы просто офигели вообще, это как будто бы густую нутеллу замешали прям вот в пиве. Блин, это было так... Это было настолько ещё и не... Ну, то есть, я до этого там пила стаута и браунелли там и так далее, но именно этот вкус, это было просто прям вообще очень классно. И оно казалось очень дорогим на вкус. А сейчас оно кажется на вкус дешёвым. Вот так. Дешёвка. Ну, короче, что ты мне по поводу горечи скажешь? Что на фестивалях, что спрашивали меня в баре, можешь налить какое-нибудь сладенькое пиво, которое есть на разлив, чтобы оно было там не горькое, ничего. Для меня это пиво не горькое. Горькое. Ой, у меня есть специально для вас вообще. Замечай, сладенькая штучка вообще. Просто приелись вообще. Чай не химия какая. Чай природный я. Дамы. Наливай им мелков амнезия. Они делают глоток и говорят, господи боже, это просто лютая дичь, это же очень горько. Я никак не понимаю. Это люди, которые любят лагерь. Лагерь. А то уморить, что они любят фруктовое пиво, как они мне заявляют об этом. Я уже что-то ничего не понимаю. Ну, блин, ну как так-то? Ну, ну это же самое, что ну можно вообще. Короче, я его не пила очень-очень-очень многое количество времени. И потом такая раз вот, глотнула. Блин. И относительно того, что я понимаю под сладким пивом, это, блин, реально горько. То есть вы, если берете мелкофомнезия, будьте уверены, что если вы до этого не пили никакого сладкого пива, будет горько. Это будет просто лютый контраст. И запомни, что закат приходит тогда, когда его совсем не ждешь. Я пью редко, и при этом каждый раз, когда я пью обычное пиво, то есть я беру какой-нибудь лагерь, вообще мейнстрим, ну просто в магазине, что-нибудь, не знаю, разливное, что-нибудь, ну что-то такое. Для меня оно не горькое, для меня оно, знаете какое? Как будто бы я в первый раз в жизни в 14 лет попробовала пиво. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. И я очень всем рекомендую, так как-то как-нибудь сделать, просто очень-очень долго не пить пиво. Ну пейте вино, я не знаю, там портвейн, что-нибудь еще. Ну, боярышник на крайний случай. Но потом глоточек обычного просто пива станет для вас эпохальным. Что ж, давай-ка расставим оценку, а то сейчас эти, значит, наши господа наслушаются и... Побегут бухать. Побегут бухать, а нам этого не надо. Мы всего лишь дегустируем, мы никого ни к чему не призываем. Нет, конечно. А что, оценочки? Оценочку. Не знаю, я вот очень лоялен ко многим, и вот эта лояльность, она и здесь тоже проявится, то есть четыре. Это, опять же, учитывая цену, учитывая доступность, учитывая, как бы, отсутствие каких-то факторов. Я уже не слежу за мыслью. Это выигрывает в цене. А, ну в цене? Ну да, в цене. То есть ты пошел и взял, и норм. Вот это я тоже некоторую такую политику как бы веду, что... Ну ценовую, я не знаю. Я бы наоборот... И я бы наоборот... Вот если бы я была в магазине, я бы взяла бы скорее гладчаровское пиво, чем я взяла бы энгельмановское. Но, опять же, я же говорю об этом как человек, который очень редко пьет подобное пиво. То есть для меня это просто, знаешь, ну под настроение прям вот полбутылочки хочется чего-нибудь такого вот. И я бы взяла бы его, потому что оно для меня горше, оно для меня более насыщенное вкусом, что ли, вот так вот. А у энгельмана оно немножко более разбавленное. Поэтому вот концентрации мне вот здесь вот больше. Там там свое, здесь свое. Нет, я согласна. Короче, я этому, там я семерку поставила, этому я поставлю восемь из десяти просто за то, что... По старой памяти. Да нет, нет. Не по старой памяти, а в совокупности из всех факторов, которые определяют для меня это пиво. Это пиво, которое хорошо почти во всех своих ипостасях, кроме того, чтобы нравиться мне. это же прям практически как Леонардо Ди Каприо, наверное, да? А, реально. Тебе нравится? Аскаронос. Как актер, да, а как мужчина, нет. Ну вот, вот, вот. Да пошла ты, Эйприл! Пошла ты вместе со своей ненавистью! Что ты теперь сделаешь? Ну, у нас ассоциации должны быть музыкальные. А, музыкальные. Окей. Музыкальные... Нет, это очень просто. У меня мелкофомнезия ассоциируется в первую очередь именно почему-то с фестивальным пивом и ассоциируется у меня с третьей неглубокой могилой. А вот она уже в свою очередь у меня ассоциируется отметь не с той группой, с которой ассоциируют большинство людей, побывавшие на ней. Вот. А с группой Speedwitch, выступление которой немного прервалось. Сейчас посмотрим. Это монтажер нам поставит, потому что те группы, которые ты называешь, они у каждой у меня пролетают в голове как в голове. У меня почему-то всего лишь Селин Дион с песней про этот Титаник, на Титанике они там. My Heart, Will Go On? Да, да, да. Вот Милков, Амнезия, Селин Дион и на Титанике. И My Heart.